Цифры Александра Юнтова, который, конечно же, с уходом Яна Муршика теперь стал лучшим бомбардиром. Ну и рижские игроки. Мэтт Робинсон. Цифры говорят сами за себя. Давайте смотреть в хоккей. Стартовое выбрасывание. Поехали. Пытаться разгрузить платежную ведомость. Это очень касался только Амура, это и Спартака. Касался опасный момент. Рижская Динамо имела шанс открыть счет. Продолжается атака. Стоиту занял. И впервые, кстати, сейчас тэпписты увидим в игре, в этом матче. Опасный момент. В ближнем бою здесь атаковал ворот Шишканов. Теперь переходит в атаку. Берет игру на себя, бросает шайбу, рикошетит. Едва не попадает на клюшку пола щепури. Одной рукой бросок последовал. Добивание и, наконец, шайба влетает. Ворота Хабаровского Амура. 1-0. Динамо Рига впереди. Как же сыграл здесь Мик Сендерши? Смотрите, одной рукой нанес, умудрился нанести бросок. Ну и здесь Шипура был на пятачке. А добавил шайбу. Отскочивчивый уже. Чуть-чуть не обработал рейлик с шайбой. Но атака получает второй темп. Бросок в воротам. Лауриса Дарзинща. Дали выкопить через ворот, бросить. Здесь у нас неудобные руки. Атака Риге. Бросок. Гол. 2-0 счет становится. Георгия Кулянца. Наращивает Лишка Динамо свое преимущество. И вновь отмечаем защитника. Георгия Кулянца. Ну, теперь пятером играет Рига. Редекс. Уилсон. Бросает и отбивает Ярвини. Надо обратить внимание. Сейчас, когда Уилсон прицелится. Ах, нет. Ни в какую руку там шайба не попала. Через партнера. Но можно покататься туда-сюда. Санди Созелевич. Это наше все. Лишка у хоккея. Он имеет право на что угодно. Ну, а вот такая вот тоже ошибка. Она дорогого может стоить. Она стоит заброшенной обменом шайбы. Вот так вот. Там же Санди Созелевич может привезти себе. Ну, и он напрямую привез. Но тем не менее. Шайба-то въехала в ворота. Смотрим. Трое сразу на одного выкатились. Разыграли. Лугин отпасовал. Последовал бросок. Мог ли отразить здесь стелкнист шайбу? Да, конечно, мог. Кто-то будет сомневаться. Но берут паузу игроки Хабаровчан. Смену делают. Но шайбу далеко не отбросили. А вот эта ошибка. Она дорогого может стоить. Степанов бросает. Поворотом телькость выручает. Вот это звено Фисенко, Смуров и Крикунов очень приятное впечатление. И не только Крикунов оставляет, а все звено в целом. Рижская Динамо в ответ организует контратаку. Даржевич. Держит паузу, брожает. Шайба оказывается за пределами видимости Микки Ярвинина. Но все-таки в последний момент он ее накрывает. Для Амура напоминает последний четвертый матч въездной серии. А они бьются. Рига атакует. И не забрасывает. Сувернуть киндер-шесу. Бросал, опять-таки не поймешь. Но было опасно. А вот в этом эпизоде, когда стадион пристал, все было очень быстро. У меня тут не скворцов. Ну, не важно. Бросал поворотом телькость. А вот теперь. А вот теперь они пустые. Шайба в них и попадает. 3-1. Поздравляем Рижской Динамо с победой. Кайл Лошин делает счет 3-1. А мы не будем до конца слушать стадион, потому что счет вставается 4-1. И вот этот бросок, наверное, вишенка на тортике. Это ирючские победы над Хабаровским Амуром. Блестящий бросок. Пол Чихур автор Эти вишенки. Свои благодарности в адрес Кабаровского Амура. И они отменяют того, что Рига молодцов, что сработала в ключевые моменты, не дала Амуру перевести игру в овертайк. Продолжение следует...